Добрый день, друзья и недруги. 28 июля, Юлии Меньшовой, 55. Я в свое время был причастен к появлению этой телеведущей на Первом канале. Считаю, что это то, что было нужно и самой Меньшовой, и Первому. Дороги их разошлись. Юля вполне успешно реализовала свои способности на площадке Ютьюба. Не знаю, правда, как сейчас в связи с попытками затормозить Ютьюб, как будут дела у всех наших ютьюберов. Но песня совсем не о том. Ей, 55. Вы знаете, на телевидении это очень такой тесный мирок. И мне доводилось работать с теми людьми, которые работали с Меньшовой на телевидении, за кадром. И не все довольны. Знаете почему? Потому что Юлия очень требовательна. И она вот эманирует вот это «Я лучше тебя». И вы знаете, что она права? Она лучше. Она лучше всех. Ну, скажем так, лучше многих. Лучше большинства, это точно. Она совершенно замечательный телеведущий. Она прекрасная актриса. Она великолепный интервьюер. И, в общем-то, мне довелось побывать и с другой стороны баррикады. То есть, брать у нее интервью. И я могу сказать, что она еще прекрасно понимает и чувствует, что от нее ждет собеседник. Поэтому она еще и тот человек, который хорошо интервью дает. Убедитесь сами, посмотрите. Смотрите сегодня. Евгений Додолев собрал редкие снимки для семейного альбома Владимира Меньшова и Веры Алентовой. Ты знал такую фотографию? Ну, где я думаю. Как Юлия Меньшова восприняла разрыв родителей? Что будет с Олей? Вера Алентова и Владимир Меньшов о своей свадьбе. Он долго настаивала на том, что это знак судьбы и сопротивлялась. Как знаменитый режиссер оказался в тюрьме? Кресты, да, те самые. Это что, фильм какой-то? Нет. И где вся семья собирается встретить Новый год? Это опасный вариант. Утро доброе. Сегодня мы листаем семейный альбом Алентовой и Меньшовых. Здрасте. Опаздывайте. Заседание было назначено на три часа. Сейчас, без трех минут. Но если вы решили начать пораньше, то я не возражаю. Правильно. Алентовой или Алентовой все это? Можете представить, что одинаково? Вот я знал ответ на этот вопрос, но интрига была для зрителей. Обычно мы начинаем с детских фотографий, что логично. Но в этот раз исключение, потому что я считаю, что вот с этого все и началось. День рождения семьи, официальная, я так понимаю, семья-то была уже образована до того. Проект Юлии Меньшовой, я думаю, был бы невозможен. Нет, был бы невозможен, но он был отложен, этот проект. Аж через шесть лет только этот проект осуществился. Почему бы я так долго не рожал? Ну почему? Ну, Светлыш, ну, потому что мы с тобой были нищими. Да никогда мы не были нищими. Никогда. Знаю, что 64 раза вас спрашивали, спросил 65-й, почему без фаты? Свадьба, невеста без фаты. Родители в других городах, мы студенты на втором курсе. Бедность сумасшедшая. На третьем это был курс. Стипендию получили, отдали ребятам, чтобы они что-нибудь там вот устроили какую-то... Стипендий сколько было? 22 рубля было. Да, 22. Немного. На третьем было уже рублей 25. Ну, это приятно, да, я буду говорить, ты меня исправляй потихоньку. Добавляй. Ты прям провокатор какой-то, Дальбель. Мне кажется, когда родители вступают в полемику, дочь как-то должна не быть... Роль дочери Бабель Ковиков была в том, чтобы держать обе стороны в балансе. Они должны дойти до какого-то пика, потом я начну разводиться по углам. Вот в этом возрасте это уже качество проявлялось? Нет. Во-первых, мама с папой в разводе. Так я знаю, что в разводе, вы бы рассказывали, что самое лучшее время было для вас. Это прогулка с папой. Я... И это съемки кинофильма... Это выбор натуры. Выбор натуры, хорошо, кинофильм, розыгрыш. Я с папой получаю огромное удовольствие от этой прогулки. И еще никого не собираюсь разводить по углам совершенно. О, какая встреча! Поздравляем. Поздравляем. Гуляете. Да, как и вы. А почему нравился вот этот период? Обычно это же, особенно для девочек, вот такого возраста пубертатного, как было сказано. Это не пубертатный. Ну, до пубертата, это еще... Это глубоко не пубертат, это все... До пубертата, это еще гораздо более драматично, когда родители расходятся, а у вас, вы говорили, это просто вот было чуть ли не лучшее время. Она нетипичный ребенок. Да. Вам немного парадоксов. Типичный ребенок нетипичных родителей. Короче говоря, было прекрасно, что? Значит, в тот день, когда папа приезжал меня забрать погулять. А как часто он приезжал? А вот это я не знаю, но было ощущение, что довольно часто. Да. Гораздо чаще, чем когда мы были вместе, время оказывалось свободное. Значит, это что? Это он же... Мужчина понимает в этот момент, что я еду заниматься ребенком, да? Этот день как-то продуман. Мы едем в какой-то парк, потом мы едем на рынок, мы покупаем еду, мы едем к папе, папа готовит. Я сижу на холодильнике. По пути откусывает, не знаю, огурец и говорит, м-м-м, ой, на, на, какая вкусная, но! А она там. Да, а она там спает. А при этом ты знаешь, что вечером ты поедешь домой, а дома тебя ждет невероятный... Ты пропускаешь, пропускаешь. А ресторан, походу, в ресторан. Ой, да что вы! Моя доля! Не надо! Выкладывайте, выкладывайте, Антон. Ресторан мне не был так интересен. Регулярно. А мне не было интересно, веришь? Вот точно не кипичный. Объясняю, почему... Нет, объясняю. Вы забыли, что такое советский ресторан. Советский ресторан, ты приходишь, делаешь заказ, час ждешь, а жрать-то ты уже хочешь очень сильно. И что дальше происходит? Стоит на столе черный хлеб, соль, перец, все, что есть, пока ты час ждешь. И я в результате напихивалась этим хлебом. Сейчас 15 минут поздавала. Не знаю. Вот вкуснее было не ресторан, а пойти на рынок, вот это отварить картошечки. На холодильнике. На холодильнике, да. А вечером ты едешь домой, и там тебя ждет любящая мама и бабушка, которые тоже тебя обожают. То есть ты получаешь в полной мере внимание с обеих сторон. Вот розыгрыш помянутый. Девочки, вопрос к вам. А вы видели ремейк розыгрыш? Уже есть ремейк? Нет, я не видела. Есть ремейк розыгрыш. Вы не знаете о том, что есть ремейк на первую ленту Владимира Меньшова? Нет. Владимир Меньшов-то сам знает о том, что есть ремейк? К сожалению, знаю. В двух словах скажу, в чем там. Если у нас розыгрыш был, что они учительницу развели на тему, что контрольное не должно быть сегодня контрольное, то там выкладывают в интернет, что учительница, ну, едва ли не проститутка. Враги сейчас используют любую возможность, чтобы растлить нашу молодежь. То есть фильм не понравился? Не по слову. Вы три года были... у нас термин такого нет, в Америке говорят, он the break, ну, вот, в разрыве. Понятно, что вот в течение этих трех лет, ну, с кем-то встречались, какие-то были увлечения. Ну, что ты расстраиваешься, Юсиен? Три года не строго, понял? Потом рассказали друг другу, когда снова сошлись, что вот была такая история. Или нет, или вот просто по умолчанию вот сошлись снова, и как будто ничего и не было. Ну, я бы ее не просил, если бы кто-нибудь был. А, вот так вот. Понятно. А она мне просила. Она творила дело и сам весь избился, я же вижу. А вы рассказали? А там рассказывать ничего не надо было, там было очевидно. Мы все знали эту женщину, с которой папа был связан, и я ее хорошо знала, она мне очень нравилась. И как-то, собственно говоря, в этом не было никакой тайны. Когда мы обратно стали вместе жить, и Юля увидела у нас в одной кровати. Вот теперь папа будет жить с нами, сказала мама. Она сказала, а как же у Оля? Правда? Правда? А сколько лет было? Мне? Да. В школу пошла она. В школу пошла 7 лет. Справедливая была. Я была очень... В школу пошла, мне было 7 лет. Ты пришел меня провожать в школу. 1 сентября. И уже была одна странность, которую приметил мой цепкий детский глаз, потому что ты был почему-то в бабушкином свитере. Вот это у меня для выхода. Так, повесь обратно. А теперь я понимаю, что, видимо, ты ночевал у нас в эту ночь. Нет. А приехал, наверное, в рубашечке. А поутру было прохладно, надо было меня везти. Всем бабушкин свитер дали. Он был такой мочевый. Это было не очень приметно, ну что он мужской или не мужской. Но этот вопрос я свой тоже помню. Это было чистое и право. Никакого бабушкина свитера не было. Бабушкин свитера. Я и спросила, я говорю, а почему папа в бабушкином свитере? Это мне тоже. Что будет с Олей и почему папа в бабушкином свитере, да. Этим вопросом она 3 года потом занималась. Нет, может, у нас что-то и было раньше. Но с этого дня нет. Теперь я люблю только вас, мадам. Удивительно, мы несколько лет с вами назад разговаривали, вспоминали вашу маму, бабушку, соответственно. И мне казалось, что она была достаточно жестким человеком в плане каких-то ограничений, в плане того, что вас на завод отправила из театра. При этом вы просто ее любили как дочь обласканная совершенно. Я даже знаю, вам какие-то вкусняшки не позволяли отведать. Потому что это бабушка. Обидно было ребенку-то? Нет, не было обидно, потому что была, что-то как раз ставлена система приоритетов. Потому что бабушка свою жизнь уже прожила. Жизнь была очень тяжелая. И у нее в жизни было очень мало радости. Твоя жизнь начинается, твоя жизнь впереди. Твоя жизнь в гораздо более благополучных обстоятельствах. И поэтому ты еще эту конфету съешь и не раз, а она, возможно, ее съест сейчас. Мне казалось, что у вас тоже, мне казалось, тяжелая жизнь. И была, и есть. Ну, знаете, детство не бывает тяжелым. Воспоминания всегда самые замечательные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...